Так, теперь я вам сейчас тогда задам несколько вопросов, вот, про Великую Отечественную войну. Вы, пожалуйста, ответьте на них, хорошо? Как вам удобно. Постараюсь все, что помню, не забыть. Время немного прошло, достаточно. Сейчас такую другую возьму, я тут что-то не все вопросы. Расскажите, пожалуйста, было ли у вас ощущение надвигающейся войны? По радио мы слышали передачи, и в то время мне было 10 лет, когда началась Великая Отечественная война. А по радио мы слышали, сообщения были, и в то время мальчишка, и здесь что-либо воспринимать только со слов родителей, мы могли что-либо понимать. Продолжайте, не волнуйтесь. И вот здесь вот, значит, когда сообщения были такие тревожные, нас, конечно, охватывало какое-то ощущение боязни. Ну, перед этим война в Испании была, и затем Польша была оккупирована немецко-фашистскими войсками. И здесь, среди мальчишек и девчонок, со слов взрослых наших родителей, мы беспокоились и переживали за родителей, которых могут призвать на фронт. Угу, угу. Продолжайте. И в дальнейшем, когда передали сообщения утром по радио, громкоговорители были включены. Здесь охватило нас волнение, родители посмотрели друг на друга и сказали, мама, отец, тебя призовут на фронт. И вот, мы остаемся с детьми одни. Нас перед войной было трое детей у родителей. И когда началась война, отец некоторое время с нами проживал, а затем его через несколько месяцев призвали на фронт, и он убыл действующую часть. И начались у нас тяжелые дни военные. Естественно, все были настроены, взволнованы чрезмерно и думали, как теперь наши родители, возвратятся ли они домой живыми. Угу. И урок начались в школе, мы учились, я в то время учился в третьем классе. В школах только и разговор, среди нас, учеников, были разговоры о войне. Учителя, классные руководители нас успокаивали, разъясняли, что война, возможно, будет недолгая, и родители останутся живы и возвратятся домой. А скажите, пожалуйста, что вы тогда думали о причинах войны, почему она началась? Ну, о причинах войны здесь трудно мне судить что-либо в таком возрасте. Но со слов родителей было сказано, что фашистская Германия напала на Советский Союз и началась война. Ну, мы, конечно, вот рассказывали, как могли друг другу, передавали, терялись своими впечатлениями, и мы думали, что война будет недолгая, как со слов родителей говорилось. А слышали вы речь Молотова 22 июня 1941 года? Да, речь Молотова передавалась, речь говорилась здесь, и родители слушали. Ну, мы дети, естественно, в таком возрасте, что-либо прислушиваться только, и здесь уже трудно что-либо сказать, так как уже время прошло достаточно забыто. А речь Сталина вы слышали? Это речь Сталина здесь, мы слышали, так, по радио, были включены громкоговорители, стояли на площади, люди взволнованные, естественно, были, каждый обсуждали, когда слышали речь 3 июля, если не ошибаюсь, выступление было. И люди были взволнованы, мужчины крепились, дети, и женщины плакали, очень переживали. И каждый думал, как будет дальнейшей идти война. Расскажите, пожалуйста, о том, как бы вы были призваны в действующую армию. Я родился 29 января 1931 года. Мне в то время было 10 лет. Естественно, отца призвали, когда отца призвали на фронт, мы оставались с матерью и на строю детей. Жили мы. И когда в 1941 году отца призвали на фронт, он находился в действующей армии, и до 40 мы переписывались, присылали нам треугольнички с фронта. И мы писали письма, как вы идут действия военные. Писал нам отец, не беспокойтесь, не волнуйтесь, мы должны победить. И в 1944 году отец здесь был ранение отца, и в 1944 году он уже служил в 10-м отдельном восстановительном железнодорожном батальоне действующей армии. Первого украинского фронта, командующий маршал Конев. Сейчас тогда прям одну минуточку, еще раз мне скажите. Так, попал на фронт-то в каком году? Значит, я хочу сказать, хотел подробно или не нужно вам подробно? Ну, сейчас пока что вкратце, в каком году он попал на фронт, и потом подробно все расскажите. В марте 1944 года. А выбыл с фронта? В августе 1944 года. Так, на каком фронте он служил-то? Мы вместе служили. Первый украинский фронт, командующий маршал Конев. А часть какая, помните? Помните, 10-й, отдельный, восстановительный, железнодорожный батальон. Железнодорожный батальон. Так, а в каких? С 22-го июня 1941 года 10-й отдельный, восстановительный, железнодорожный батальон, ходил в состав действующей армии. А воинское звание какое-нибудь есть? Дальше. В марте 1944 года отец приехал домой на несколько дней на побывку. И здесь в то время мальчишки и девчонки были охвачены мечтой на фронт помогать родителям. И я уговорил отца взять с собой меня на фронт. Отец, естественно, как что-то можешь и прочее. Ну, такой энтузиазм был, такой патриотизм был. И я попросил отца, уговорил. И вот когда он два дня побыл, взял меня с собой на фронт. Здесь он уже служил вот в этом 10-м отдельном восстановительном, железнодорожном батальоне. И осталось двое, значит, один брат и одна сестра с матерью. Я с отцом уехал. И здесь мы ехали, значит, через станции определенные. И с отцом доехали до станции Пятихатка, где располагался штаб 10-го отдельного восстановительного железнодорожного батальона. И когда несколько дней прошло, а 10-й отдельный восстановительный железнодорожный батальон занимались, они восстанавливали разрушенные железнодорожные пути. И через несколько дней я с отцом обратился к командиру 10-го отдельного восстановительного железнодорожного батальона с просьбой зачистить меня воспитанником батальона вышеуказанного. Присутствовал здесь начальник штаба батальона майор Салимжанов. Подполковник Семчичев, командир батальона был. И они решили, воспитанников мы зачислим, так как вы сын. Отец был в звании капитана. Вы сын офицера, мы вас зачислим. У нас еще есть один воспитанник. Вот у вас будет два воспитанника на весь батальон. Меня зачислили приказом командира батальона на котловое довольствие, так в приказе сказано было. Здесь у меня приказ есть, архивная справка. И зачислить воспитанника батальона Соболева Юрия Андреевича на котловое довольствие и направить техническую роту. Меня как только направили в технический приказ, направили техническую роту. Здесь мне командир роты, определил место где, назначение. И я стал служить батальоне воспитанником. Еще какие у вас есть или дальше не продолжать? Да, у меня есть еще несколько вопросов. А с какими чувствами вы шли на войну? Что вы чувствовали и с какими возвращались с войны? С чувствами мы шли на войну. Здесь у всех было одно. Мы должны победить. С победой. И в то же время охватывало волнение, естественно, будем ли мы живы, не погибнем ли мы. Но в то время, мне было 13 лет, я еще трудно, подросток, естественно, вот такого вот, трудно мне еще было так воспринимать. Но, как подросток, вот, я чувствовал детским, здесь волнение охватывало меня. И единственное, что мы все ощущения должны победить были. Вот такое у меня было ощущение, понятие. А вот вы же знали о том, что в начале войны Красной Армии пришлось отступать. Как вы восприняли это событие? Здесь я затрудняюсь сказать, только могу, временное отступление, это только со слов по радио, что мы слышали по радио. Отец уже был на фронте, а по радио, вот первые дни войны, по радио передавали, вот, отступление, превосходящие силы противника, вот в таком плане. А скажите, что вы знали осенью 41-го о положении войск под Москвой? Здесь я затрудняюсь сказать что-либо. Тогда расскажите, какие у вас есть там, может быть, впечатления про войну, что-нибудь интересное еще? Может быть, вам там запомнились какие-то определенные моменты, наибольше всего? Значит, здесь первое мне было, момент запомнился, когда мне зачислили воспитанником батальона. И, согласно приказу командира батальона, мне выдали форму. Естественно, все это солдатское было, только мне здесь пошили командирование, погоны уже здесь было. И я просто чувствовал себя солдатом, костармейцем. Вот такое мне ощущение было радости неподдельной, что я уже помогаю. Хорошо. А еще какие-нибудь моменты, может быть, вспомните? Нас вот это очень интересует. Что там было вообще на войне? Ну, здесь я могу сказать, что когда я был зачислен в техническую роту, меня определили в кузницу, потому что железнодорожный батальон, он восстанавливал разрушенные железнодорожные пути и, естественно, было техническое оснащение. Меня, как воспитанника, зачислило техническую роту и определили в кузницу. Во-первых, железнодорожный батальон, естественно, был на колесах. Обычные вагоны. В то время, значит, вагоны, где размещались, здесь техника размещалась, и размещались здесь платформы с пулеметами. И пулеметы были на платформе, значит, Максим и четыре пулемета, спаренные на случайно, если будет, значит, бомбежка, чтобы могли защищаться как-то. Вот это, на платформе. А меня определили в кузницу, значит, в кузнице, значит, здесь был ременный привод, и, значит, кузнец был чеченец, молотобоец был, и здесь я, как воспитанник, механическая здесь ременная передача была, значит, занимались кузней, делали специальные, такие, крепления рельс к шпалам, к шпалам крепления рельс, и вот это все делали, закрепляли, мы это уже в процессе войны. Значит, работали мы весь световой день, естественно, времени не считались со временем, и когда нужно было отдых какой-то делали, наш вот командир отделения был, сержант Матюха, кузнечного отделения был сержант Матюха, приходил к нам, здесь интересовался, как где-то у нас работал в кузнице, и затем давал поручение какое-то для приказного порядка, и здесь мы отработали. И когда вот кузнец работал, специальные такие большие делали, крепили рельсы к шпалам, вот калил, а я, значит, ременная передача была, вращал колесо, и дутье поддерживал в горне, поддерживал в горне дутье, и когда уставал, кузнец поработает с молотобойцем, сделает определенный, закалит, вот такие металлические квадратные штыри, и вот крепили рельсы. И мне обычно обращался так, ну, Юрок, отдохнул, давай. Вот такое дело, уже видел, что подросток в таком возрасте, говорит, ну, Юрок, давай работаем. Понятно, понятно. А расскажите тогда, пожалуйста, вот каково было отношение ваших сослуживцев к личности Иосифа Виссарионовича Сталина, как к нему относились? Здесь я что-либо не могу сказать, потому что, если мы собирались это, значит, котелок мы имели, ложку, полевой кухни подходили, то разговора, разговора не было. Какого-либо здесь не было. И я не слышал так что-либо. Почему? Потому что мы все время были на колесах, восстанавливали железнодорожные пути, двигались дальше, по Украине двигались. И, ну, буквально так, в разговорах не находилось что-либо сказать в отношении его. Вот на фронте были люди разных национальностей. Как вы считаете, что их объединяло между собой? Их объединяло стремление защитить Родину, защитить СССР. И у них был энтузиазм, патриотизм. Это нас объединяло победить немецко-фашистских захватчиков. Вот что нами двигало. Объясните, пожалуйста, вот на фронте часто складывалось очень тяжелое положение. Как вам удавалось не падать духом в эти моменты? Командиры отделения, вот сержант Матюха, здесь объясняли нам, мы должны победить. Офицеры собирались, политработники. И мы, стремление у всех было, объединяло надежды на победу всех национальностей нашей страны. Мы должны победить. И это единственное, что для нас вдохновляло и двигало нами сознание победы. Скажите, пожалуйста, что вам запомнилось во время встреч с населением, может быть, тех населенных пунктов, в которых вам приходилось принимать участие в сражениях? Как они вот к вам относились, как вы к ним относились? Население, вот на Украине здесь вот, наш батальон определенную работу сделает, восстановит железнодорожный пункт. Население к нам относилось очень дружелюбно, доброжелательно. И когда мы встречались, выходили из хат, на Украине хаты, выходили из хат и приносили. Либо кусочек пирожка, либо приносили кружечку молока. И с таким к нам шли, доброжелание, вы, изгони ты только немцев, и мы вас любим. Скажите, пожалуйста, что вам запомнилось больше всего, когда к вам люди так относились? Запомнилось больше всего слезы на глазах женщин и ребятишки. Здесь такие стояли плохо одетые, заплатки, одежда порванная, здесь вот исхудавшие были. Но когда они подходили, обращались к нам, говорили, дяденька, разбейте немцев. Скажите, пожалуйста, а вот когда-нибудь вы слышали что-либо о дезертирах вообще? Приходилось ли вам такое слышать? О дезертирах, где я воспитанником в этой части был, здесь разговоров я не слышал. Понятно. Расскажите, пожалуйста, тогда нам еще о бытовых трудностях на фронте. Вот как там было в быту вам трудно, что там, может быть, какие-то еще есть моменты. Трудности на фронте обычно какие? Вот в частности нам, значит, работали мы, время все дневное, весь световой день отрудились. И когда подходило время обеденно, здесь командир команду давал, и гарнист бил. Гарнист поиграет, и мы уже знали, что надо идти на обед. И солдат, красноармейцы в то время назывались, и мы выходили из вагонов, и так между собой шутили. Бери ложку, бери бак, нету ложки, кушай так. А как вы преодолевали эти трудности на фронте? Может быть, как-то там морально на это настраивались? Расскажите, пожалуйста, поподробнее. Трудно было только старшим, как мне, воспитаннику части, старшие косноармейцы, командиры отделения. Они ко мне относились, я вот так сказал, как подростку, и меня заботились обо мне. И помогали, в чем только могли. А какое время года было наиболее тяжелым на фронте? Наиболее тяжелое время года, если вот из писем отца, наиболее тяжелое время года фронт было, это 41-й год, когда отступали, 42-й год, 42-й год, 43-й год уже начался перелом в войне. И в 43-м году, когда здесь вот было окружение немцев под Сталинградом, здесь уже, и дальше, здесь разум немцев под Москвой, здесь уже дальнейший вот, 43-й год уже начался годом переломным. И здесь войска начали освобождать область за областью, земли заземлевые. А расскажите, пожалуйста, как Вы оценивали боевую технику в то время на фронте? – Это я затрудняюсь сказать. Почему? Потому что я служил в 10-м отдельном восстановительном железнодорожном батальоне, вознимаясь в восстановлении железнодорожных путей, действующей армией входили в состав. И трудно мне что-нибудь сказать. Могу только сказать, что часть наших батальонов были обеспечены необходимой техникой, необходимой техникой. Имелись у нас и железнодорожные отрезки путей, имелись шпалы, имелись крепления штериметрические имелись, и другое необходимое, то, что необходимо было. Вот кузнец был, кузнец, естественно, имел кувалду, молоток имел, молотобойц кувалду имел, а я здесь вот работал в кузне. Такую работу совершил. – А расскажите, пожалуйста, про отдых на фронте. Как там, может быть, отдыхали хоть в какие-то минуты? – Да, отдыхали, когда было затишье небольшое. Обычно отдыхалось, когда вот праздники, а праздники эти вот первомайские праздники. Здесь отдыхали. И как? Здесь отдыхали, здесь вот собирались, но обычно какого-то гармошка была с собой из красноармейцев, и собирались здесь в кружок, и все танцевали, все танцевали. Ну, вот кавказцы, это я вот запомнил хорошо, кавказцы. Танцевали лезгинку. Танцевали лезгинку. С кавказа были. Вот я вам приводил чеченец, работал кузнецом, где я находился в кузне. Здесь вот они лезгинки. Здесь другие национальности танцевали. Каждый, кто какой национальности танцевал. И габака танцевали, и другие танцы были. Вот всех объединил, и мы стояли в кружке и хлопали в ладоши. А скажите, была ли вообще любовь на войне? Здесь я затрудняюсь сказать. Возраст. Здесь я не могу что-либо. Хорошо. Расскажите, пожалуйста, вот известие из дома. То есть, как и откуда вы писали домой? Что сообщали родным о себе? То есть, вот как? Мы в то время, когда я уже находился вот в батальоне, матушка и брат и сестра проживали в городе Калач Воронежской области. И мы писали им письма, что вот мы здесь восстанавливаем железнодорожные пути и двигаемся на запад. Сейчас мы находимся на Украине и двигались от станции Пятихатки и дальше по Украине. Могли бы ли вы писать обо всем, что с вами происходит? Или только старались как-то их поддерживать? Нет, не могли писать, естественно. Нам приходил командир отделения, сержант, приходили политработники. И нам так говорили, вы напишите, что вы вот служите, вот так двигаетесь на запад и скоро будет победа. Ждаться надо победы. Вот такое название. А какие вы из дома известие получали? Что вам ваши родственники писали? Писали из дома родственники, что трудно жить, пищи мало очень, получали, не хватает пищи, потому что все мы получали, не мы, я был в части, а матушка и брат и сестра получали по карточкам в то время, получали по карточкам, не хватает пищи, хлеб по карточкам, все остальное было по карточкам. Ну, жили, домик был, приусадили участок, и выращивали картошку, еще что-то необходимое было, под этим мы и жили. Не мы, а родители, матушка, брат и сестра. Тогда такой вопрос. Расскажите, пожалуйста, о союзниках СССР, вот, что вы о них слышали? О союзниках я затрудняюсь что-либо сказать. Затрудняюсь. Тогда расскажите, пожалуйста, как и где вы встретили День Победы? День Победы, здесь я встретил уже, меня, это, встретил в Калаче, в Рожжевской области, 9 мая 1945 года, по громкоговорителю сообщили. Голос Левитана Юрия, незабываемый, собрались люди все и всех, слезы на глазах, радость, естественно. И мы все радовались, кто как могли. Скажите, пожалуйста, какой фильм о войне, по вашему мнению, лучше всего передает военную атмосферу, вот из тех, которые вам доводилось увидеть? Да. Ага. Слышите. Шутки. 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 Подумайте, подумайте, пока не волнуйтесь. Подумайте, пока не волнуйтесь. Фильмов о войне много было, но сейчас мне думается, вот я так вспоминаю, мне понравился фильм «6 часов вечера после войны». А произведения какого писателя наиболее правдиво отражают войну? Продолжение следует... Здесь... Наиболее правдиво... Я бы так сказал... Вот... Мне пришлось читать... Книгу... Это мне более близкое... По духу и сердцем я воспринял. Писатель Валентин Катаев, сын полка. Скажите, пожалуйста, вот как вы сейчас думаете, вот уже как бы прошло столько лет, почему началась та война все-таки? Немцы... Немцы... Немцы стараются все захватить... Мне здесь думается, вот что... Когда... Гитлеровская Германия стала оккупировать другие страны... И так им доставалось, можно сказать, без длительных... Без больших потерь... Без больших потерь... Без больших потерь... И можно сказать... Легко... Одну страну покорили, вторую страну, третью покорили... И такие... Здесь, когда был покорен несколько стран, то, естественно, руководство фашистской Германии восприняло это как, я понимаю, должное, как они могут и в дальнейшем покорить и мир. Мир не так думается. А что бы вам еще хотелось добавить ко всему сказанному? Хотелось добавить к сказанному, чтобы как можно дольше был мир, ясное небо... И люди занимались созидательным трудом. Хорошо. А что бы вы хотели пожелать нашей молодежи? Быть патриотами страны, любить Родину и с уважением относиться к старшему поколению. Продолжение следует...